ну что ж попалась мне вот такая вот интересная задача по тригонометрии давайте попробуем ее решить 10 синусов тета равняется корень из 19 причем тета от 0 градусов до 90 градусов и нужно решить эту задачу нужно найти чему равен тета нужно решить эту задачу без калькулятора и ну соответственно понятно по условию что это должен быть угол в градусах ну что пока пока ничего не понятно что мы можем зато сказать давайте попытаемся сначала найти чему равен косинус тета попытаемся покрутить как-то может быть что-нибудь у нас и получится и значит синус тета если мы перенесем мы можем записать что синус тета равняется корень из 19 делить на 10 а теперь воспользуемся основным тригонометрическим толществом зная что синус квадрат тета плюс косинус квадрат тета равен единице и запишем отсюда чему равняется косинус косинус тета то есть у нас получается косинус квадрат тета равняется 1 минус синус квадрат это значит соответственно если мы подставляем у нас получается 1 минус 19 десятых и равняется 80 1 сот а мы получили вдруг что косинус тета это рациональное число потому что корень из 81 сот извлекается нацело да мы получим рациональную дробь значит так как тета от 0 до 90 то мы можем сказать точно что косинус тета равен 9 десятых итак мы получили что синус тета равен корень из 19 делить на 10 а косинус тета равен 9 десятых это пока все что у нас есть ну отсюда начинается инженерия и заканчивается математика мы должны начинать приближать мы должны сейчас используя наши общие знания каким-то образом начать приближать значение тета давайте первое что мы сделаем попытаемся все-таки понять чему равен корень из 19 ну если так как мы знаем что 4 в квадрате это 16 и 5 квадрате это 25 и кроме того мы можем еще знать что четыре с половиной в квадрате равняется 20 25 до при возведении в квадрат корня числа заканчивается на 5 мы просто берем первую цифру умножаем ее на следующую за ней приписываем 25 45 в квадрате равняется 20 25 а 19 немножко меньше ну значит наверное корень из 19 немножко меньше чем четыре с половиной ну корень из 19 значит где-то лежит между четырьмя и четырьмя и четырьмя и пятью ну предположим где-то 4 45 давайте тогда запишем чему же равняется синус тета синус тета у нас тогда получается равен значит ну 4 45 приблизительно разделить на 10 то есть 0 445 а синус 30 мы знаем что равен половине одна вторая а данное число 0 445 немножко меньше чем 0.5 значит отсюда мы можем заключить что угол тета немногим меньше чем 30 градусов то есть стоит это немножко меньше чем 30 градусов и теперь мы давайте сделаем такую интересную вещь значит давайте так как угол тета немного меньше чем 30 градусов давайте представим 30 градусов как сумму тета еще какого-то маленького угла альфа то есть мы можем записать 30 градусов равняется тета плюс альфа причем альфа много меньше чем тета а теперь давайте запишем чем уровень синус тридцати и воспользуемся формулой для синуса суммы двух углов итак синус 30 градусов чему равен синус 30 градусов равен синус тета плюс альфа равняется синус тета косинус альфа плюс косинус тета синус альфа и давайте теперь подставим значение и 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 теперь мы используемся с теми с теми самыми приближениями которые очень часто используются для малых углов особенно физики это очень часто конечно если мы хотим точное значение и точную формулу мы не можем этого делать но так как наша задача на приближение это вполне приемлемо значит какие приближения мы можем сделать мы можем сказать что если Если альфа угол маленький, то косинус альфа приблизительно равен единице, а синус альфа приблизительно равен альфа. Итак, синус альфа приблизительно равен альфа, косинус альфа приблизительно равен единице. Таким образом, давайте запишем отдельно эти приближения, чтобы это было понятно. И так как α немного меньше θ, то коснус α равен 1, а синус α равен α. И, соответственно, мы получили формулу, из которой мы можем прямо посчитать α. Мы получили 1 2 равняется корень из 19 делить на 10, плюс 0.9 умножить на α. Отсюда следует, что α равняется 0.5 минус корень из 19 разделить на 0.9. Или в более удобной форме 5 минус корень из 19 делить на 9. Ну, давайте теперь попробуем все-таки приблизить корень из 19 более точно. До этого мы прикинули его только для того, чтобы понять, где вообще находится угол θ по отношению к углу 30 градусов. Но теперь для вычисления мы все-таки... Давайте попробуем до второго знака более точно вычислить корень из 19. Значит, раньше мы уже написали, что 4,5 в квадрате равняется 20,25. Давайте посмотрим, чему равняется 4,4. Ну, 4,4 в квадрате, на самом деле, если мы напишем, то это 19,36. То есть, это значение, которое больше 19. То есть, наше предыдущее приближение было не совсем точным. 4,4 в квадрате больше 19, значит, корень меньше, чем 4,4. Ну, а 4,3 в квадрате. А 4,3 в квадрате – это 18,49. И это уже меньше 19. Значит, наше значение корня находится где-то между 4,4 и 4,3. Но давайте снова предположим, что оно посередине. Так как, ну, приблизительно, можно сказать, у нас в одинаковом расстоянии находится. Ну, предположим, что это 4,35. Значит, итого мы получаем, что альфа – это 5 минус 4,35 делить на 9. 0,65 делить на 9. Приблизительно это будет 0,072. Снова можно поделить столбик. Значит, если вы умножите, то вы можете убедиться, что получится 0,0648. Примножение у нас 0,65. То есть, точность до третьего знака 0,072. Но это значение альфа в радианах. Но нужно перейти его в градусы. Значит, для того, чтобы перевести в градусы, что нужно сделать? Нужно умножить на 180 градусов и разделить на π, 3,14. Значит, 0,072 умножить на 180, разделить на 3,14. Снова это все можно в столбик посчитать. Мы получим, что альфа равняется приблизительно в градусах 4,12. 4,12 градуса. И отсюда следует, что θ в градусах это 30 минус 4,12. Это 25,88 градуса или приблизительно 26 градусов. Вот такой вот ответ мы получили. И можно убедиться, что этот ответ правильный. То есть, мы можем взять калькулятор сейчас и посчитать с помощью калькулятора, чему равняется арксинус корень из 19 делить на 10. И убедиться действительно, что результат получится очень близким к 26 градусам. Таким образом, мы решили вот эту инженерно-математическую задачу. То есть, задачу, где мы должны были приблизить значение угла, используя наши какие-то общие знания. Мы использовали формулу для синуса суммы. Мы использовали основное тригонометрическое тождество. И мы использовали приближения, которые делаются при наличии малых углов, которые вполне приемлемы. Вот такая вот задача. Спасибо за внимание. Продолжение следует...